Почему в американском штате Ютас небо падает рыба? Сколько лет самому старому в мире ныряльщику? И какой корабль появился у берегов Мьянмы? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Кто лучше всех в мире стрижет бородачей, выясняли в Швеции. В Стокгольме прошел фестиваль парикмахерского искусства. По улицам столицы прошли 200 колоритных бородачей. А завершила праздник соревнования парикмахеров. За 45 минут они представили на суд-джюри свою работу. Южная Корея отправляет пять дипломатов в Северную Корею, чтобы договориться о проведении саммита между странами. Визит назначен на 5 сентября. Дипломаты пересекут границу между странами на самолете. Вернутся в тот же день. Мун Джиин первый за последние 11 лет южнокорейский президент, который собирается посетить КНДР. Фестиваль огненных шаров в сальвадорском городе Нехапа. Местные жители бросали друг друга горящие тряпки, смоченные в бензине. Некоторые участники облачились в черные костюмы и разрисовали лица. Фестиваль в Нехапе проводят ежегодно. История возникновения праздника неоднозначна. По одной из версий, местные жители таким образом вспоминают погибших во время землетрясения в Сальвадоре в середине 17 века. Старость в радость. 95-летний житель Кипра Рэй Вули побил свой собственный рекорд самого пожилого ныряльщика в мире. Он погрузился на затонувший корабль на глубину 40 метров и пробыл под водой 44 минуты. Предыдущий рекорд Рэй поставил год назад. Покорил глубину 38 метров в свой 94-й день рождения. Останавливаться на достигнутом не собирается. Планирует нырять и в следующем году. Дайвингом Рэй занимается уже 58 лет. Корабль-призрак прибила к берегам Мьянмы. Местные рыбаки наткнулись на большой ржавый контейнеровоз, который сел на мель. Однако ни экипажа, ни груза на нем не оказалось. Местная полиция проанализировала данные радаров и выяснила. Судно тащил за собой другой корабль. Старый контейнеровоз собирались отправить на металлолом. Однако во время шторма он отцепился. Поэтому его пришлось оставить в море. Планшет по карману. Канадские ученые придумали планшетный компьютер. Первый в мире, как утверждают разработчики. Сенсорный экран накручивается на цилиндр, так его удобно использовать как телефон. Или же разворачивается и выполняет функции обычного планшета. В будущем создатели девайса хотят уменьшить свое творение до размеров шариковой ручки. С таким же гибким экраном. Продолжение следует...